Приветствую вас и видел вопрос, вы задали несколько вопросов по одной тематике, решил вам ответить, потому что как бы уже некрасиво получается, вы задавали вопрос не один раз, и на него было ноль ответов на момент записи этого видео, и я надеюсь, что вам могу помочь. По вашему описанию получается так, что мужчина просто отвел вам определенную роль в своей жизни и использует вас для своих нужд. То есть, он работает, у него мало свободного времени сейчас, он явно не заинтересован в создании семьи, не заинтересован в образовании союза, но ему нужна девушка для статуса, женщина для статуса. И эту женщину он хочет, собственно говоря, получить в лице вас. Опять же, для того, чтобы говорить всем, что у него есть женщина, ну и второе, что удовлетворение своих потребностей, естественно же. В противном случае, не было бы такого, вот знаете, ритуального элемента в ваших отношениях, то есть, стандартно два дня, ой, прошу прощения, стандартно два раза он вам звонил, значит, забывай обращаться и т.д. То есть, для него это тоже как, вроде как работа, как обряд. И, судя по тому, что он ведет себя довольно пренебрежительно с вами, он считает, что делает одолжение вам. Ну, то есть, он вам делает одолжение тем, что с вами встречается. Если вам не нравится, как он себя ведет, не нравится, как развиваются отношения, то, в первую очередь, нужно сказать им об этом. То есть, сказать, что вам хотелось бы вообще, как-то, свой статус определить. И, если мужчина будет избегать говорить об этом, избегать разговоров об этом, то это означает, что, собственно говоря, он не настроен на серьезные отношения, и он не является сам по себе человеком надежным. То есть, вот, пока ему выгодно, пока ему нужно, он с вами будет. Как только его интересы разойдутся с вашими, то он исчезнет, пропадет, и вы, собственно говоря, ну, не достучитесь до него. То есть, он сам и до тех пор, пока это ему нужно. И вот, говоря о надежности, я бы сказал, что нет. Такой мужчина ненадежный. Ненадежный, смотря, смотря для чего. Ненадежный он в плане долгосрочных отношений. Ненадежный он в плане, вот, знаете, партнера, жизненного спутника. Ненадежный он в плане человека, на которого можно положиться, да? Вот в этом плане он ненадежный. А так он ведет себя, вроде бы, достаточно порядочно, хорошо, он обеспеченный, и в этом плане у него все в порядке. Такое дело, что, преди, чтобы принимать решение о дальнейших ваших отношениях, можно было бы желательно, как бы, все-таки откучить ваши претензии ему. И посмотреть на его реакцию. И вот уже, в зависимости от его реакции, думать, как поступать дальше. Потому что, ведь, по сути, вы ничего не теряете, если скажете ему о своих чувствах, скажете ему о том, чего бы вам хотелось. Вы ничего не теряете, а его реакцию понять вы как раз-таки сможете, что он даст вам возможность как-то корректировать свое поведение в дальнейшем. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok